Мусорные полигоны в Московской области в последние годы стали серьезными очагами экологической напряженности. Власти региона уже смогли закрыть 24 свалки, но 15 еще работают. В том числе полигон твердых коммунальных отходов Собурово в Щелковском районе. Активно обсуждаются вопросы его дальнейшего функционирования. Разработка проекта, рекультивация и реконструкция, строительство системы дегазации, строительство системы сбора и очистки фильтрата. Вот основные направления, предусмотренные дорожной картой по полигону Собурово. Сейчас идет работа над первым из них. Об этом говорили на заседании межведомственной комиссии по вопросам экологической, пожарной и общественной безопасности полигона Собурово. Основными проектными решениями являются устройство ограждения по всему периметру полигона, строительство технологических дорог с твердым покрытием на территории полигона, расчистка и реконструкция водоподных каналов для перехвата дождевых палатных вод со склонов, планировка административно-хозяйственных зон с устройством дождевой канализации локальных очистных сооружений. А также строительство мусоросортировочного цеха мощностью до 40 тысяч тонн в год, устройство весовой станции с оборудованием радиационного контроля. По словам начальника отдела экологии Ольги Кострицкой, отставаний по срокам исполнения дорожной карты нет. Район также запланировал в рамках муниципальной программы провести исследование атмосферного воздуха на границе жилой застройки деревни Собурово. В апреле этого года Министерство экологии и Госадмтехнадзор приступили к дежурству на всех мусорных полигонах Московской области. Они считают заезжающие транспортные средства и завозимый объем мусора. При осуществлении мониторинга установлено, что на полигон заезжает от 45 до 90 машин в сутки. Общий объем мусора завозится где-то от 200 до 500 тонн. Что еще хотел бы сказать. В основном это 90% транспортных средств мусор заводят с Москвы. Это ГБО, автомобильные дороги. Инспекторы отмечают, что машины выезжают с грязными колесами. Соответственно, подъездная дорога грязная. Замусорена окружающая территория. За это эксплуатирующую организацию «Экополигон Щелково» уже оштрафовали. Но не это главное. На Собуровский полигон должен завозиться только неорганический мусор. Дежурные заметили другое. Мы выявили факт, что Москва завозит бытовой мусор. Четвертый и пятый категории. Внизу бытовой мусор, сверху засыпан с медом. Пояснение «Экополигона Щелково» получить не удалось. Представители организации на совещание не явились. Глава района Алексей Валов потребовал усилить контроль за завозимыми отходами и за соблюдением технологии утилизации органических отходов, если наличие таковых вновь подтвердится. На следующее совещание вызовут руководство полигона. Надо добиться решения прокуратуры контроль за действием полигона и почаще проверять то, что он все-таки завозится туда. Так он декларирует то, что он завозит именно отходы дорожной деятельности, а на самом деле завозит туда продукты гниения, что со временем может привести к соответствующему недовольству населения. И вот еще важная информация. 10 мая в ДК «Богослова» пройдут общественные слушания по проекту рекультивации и реконструкции полигона Собурова. С документацией можно ознакомиться уже сейчас в отделе экологии районной администрации. Для получения госэкспертизы, соответственно, должны пройти общественные обсуждения. Приглашаем всех неравнодушных жителей Щелковского муниципального района принять участие в данном мероприятии. Ирина Микеда, Сергей Василевский, телерадиокомпания «Щелково».